МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устроенную улицей радует афибчан ровненькой тротуарной плиткой. И за последние 25 лет очень заметны изменения в нашем поселке. Он становится все лучше, чище, краше. У нас везде цветники, у нас везде тротуары. Спасибо нашей администрации. Рады новым тротуарам все без исключения. Как признаются молодые мамочки, теперь прокатить ребенка на коляске во время прогулки, похода в больницу, детский сад – одно удовольствие. Отремонтированные тротуары привлекли внимание детворы. Ребята с гордостью рассказывают о произошедших переменах. Раньше тут было неудобно ездить на велосипеде. Весь тротуар был страшный. Я очень рада, что здесь провожили тротуар. Там немного дальше были ямки, в которых были уже, получилось все время перескакивать нужно было. Впрочем, стало красиво, аккуратно. Даже самообновление тротуара очень красивое. Мне очень нравится то, что нам положили тротуар, потому что, когда зимой мы ходили, всем приходилось идти по траве, где была грязь, так как у нас снег тает быстро, и теперь удобнее ходить будет. Особые слова всеобщей благодарности в адрес администрации поселения выразила директор Афибского лицея. Я думаю, что выражу общее мнение всех работников лицея, детей, родителей, которые очень часто у нас бывают, что около лицея появился новый тротуар. Красивый, комфортный, удобный. Общая протяженность новых тротуаров в поселке составила около 5 километров. Дополнительно еще отремонтируют улицу Революционную. От благоустройства поселка к благополучию жителей. Именно такого принципа придерживается глава Афибского поселения Юрий Коваленко. Строительство новых тротуаров по нашему поселку, это все строится за средства бюджета поселения. Мы эти улицы в связи с интенсивным движением транспорта и большом количестве движения наших пешеходов по этим улицам, мы, конечно, там в первую очередь и строим тротуары. И мы не только строим тротуары, мы сразу же делаем освещение. Потому что благополучие наших людей, хорошие тротуары, но это еще и должна быть безопасность. Может похвастаться Афибское поселение подача из крана питьевой воды жителям. Далеко не каждый населенный пункт имеет такую возможность. Два водозабора оснащены специальными очистными установками, позволяющими обеспечить чистой и качественной водой почти всех Афибчан. А еще готовится к сдаче резервуарный парк, который обеспечит, что очень важно, необходимый запас питьевой воды. Впереди у администрации поселения еще очень много планов. И отрадно, что глава поселения уделяет большое внимание вопросам благоустройства. Как признаются сами жители, все это делается для наших детей, а они – будущее поселение. Периодически сдавать анализы и проходить минимум исследований – это нормальное поведение человека, который заботится о своем здоровье. Поэтому с недавних пор в Россию вернулось понятие диспансеризации. Что такое диспансеризация? Зачем она нужна? Для кого предназначены и как проводятся? На эти другие вопросы ответила зав. отделением медицинской профилактики районной больницы Ирина Черничкина. Диспансеризация – это углубленный медицинский осмотр. В стране проводится с 2013 года. В первые годы отношения пациентов была, ну скажем, такая активность была минимальная. Вот мы проводим уже пятый год практически. Сейчас народ идет с удовольствием, но еще нам помогают в этом страховые компании. То есть все пациенты, которые застрахованы и у нас прикреплены к нашему району, каждого вызывает страховая компания путем СМС-ки. Каждый взрослый гражданин, начиная с 21 года, имеет право пройти диспансеризацию один раз в три года. Для разных возрастных категорий, а также для женщин и мужчин определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Какие же основные этапы включают в себя обследование? В диспансеризации входит анкетирование, антропометрия, анализ крови на сахар, анализ крови на холестерин, флюорография и электрокардиограмма. Вся диспансеризация у нас проводится бесплатно, как и профилактические и медицинские осмотры. Диспансеризация – это право, а не обязанности. Цель ее только одна – уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, влекущих инвалидность и смертность населения, а также выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. На сегодняшний день профилактика занимает основное место у нас в здравоохранении. Если мы сейчас займемся своим здоровьем на ранних этапах развития заболеваний, мы можем продлить жизнь, мы можем продлить хорошее самочувствие и качество жизни. Поэтому я призываю всех наших жителей Северского района откликнуться. И если вы в этом году еще не пришли к своему участковому терапевту и не прошли диспансеризацию, пожалуйста, до 31 декабря мы всех ждем во всех лечебных учреждениях района. Более подробную информацию о прохождении диспансеризации можно уточнить на официальном сайте районной больницы. А также напоминаем о проведении открытого дня здоровья 29 сентября, где пройдут консультации и обследования по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. В зале районной администрации прошло заседание Совета по развитию предпринимательства. Главный вопрос – поддержка малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт. На встрече присутствовали заместители директора фонда Центра координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего предпринимательства Анатолий Ротаренко, руководитель регионального подразделения акционерного общества Российский экспортный центр Владислав Есин. Участники заседания выслушали доклады экспертов и обсудили насущные проблемы. Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений современной экономики. Его роль в формировании местных бюджетов и решении социальных проблем признана на всех уровнях управления. Последние изменения в муниципальный бюджет обсудили на 41-й сессии Совета муниципального образования «Северский район». Заместитель главы администрации и начальник финансового управления Дмитрий Гостев зачитал доклад о налоговых поступлениях в бюджет и ознакомил депутатский корпус с предложениями по планированию бюджета на период 2019-2020 годов. Помимо этого депутатский корпус под руководством исполняющего обязанности председателя Совета Руслана Ремпеля обсудил вопросы, касающиеся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставления земельных участков многодетным семьям и списания недвижимого имущества, находящегося в управлении Северской центральной районной больницы. Помимо этого на сессии обсуждались текущие задачи и проблемы, требующие внимания. Все актуальные вопросы были рассмотрены и взяты на контроль поручений. В Северском историко-краеведческом музее открылась выставка «Лоскутный хоровод» воспитанников отделения моделирования детской художественной школы поселка Ильский. В этом году отделение отмечает свое 25-летие. Его создатель и руководитель Наталья Витютнева. Все началось в далеком 1993 году. В непростые для нашей страны времена Наталья Викторовна хотела помочь юным модницам научиться шить себе эксклюзивные вещи. Со временем на отделении моделирование стали преподавать и декоративное искусство. На выставке представлено все многообразие творческих работ воспитанников за последние 15 лет. Есть здесь лоскутные аппликации, традиционные тряпичные куклы, плетеные изделия из талаша и многое другое. Большинство представленных экспонатов отмечены призами на всероссийских и международных конкурсах. Чем уникальна эта выставка, все эти работы детские, от первого этапа до последнего, это полностью самостоятельная работа детей. То есть, естественно, есть и влияние педагога, и поддержка руководства. Но начиная со скиза и заканчиваем последним штрихом, это завязывание веревочки для того, чтобы эту работу можно было прикрепить. Это все работы детей. Сегодня под руководством преподавателей Натальи Витютневой и Анны Лола на отделении художественного моделирования обучаются более 40 учеников. Многие из них мечтают связать свою жизнь с декоративным искусством. Выставка «Лоскутный хоровод» продлится до 20 октября. Жить с двухметровым аллигатором. Для большинства людей это кошмарный сон. Но у француза Филиппа Жием – два таких соседа. Зовут их Али и Гатор. Помимо них, в его доме на берегах реки Луары живут сотни других рептилий и членистоногих. Всего около 400. Среди них и ядовитые. Например, гремучие змеи и тарантулы. Жие собирал их несколько десятилетий. «Я считаю несправедливым относиться к этим животным так, как это принято у нас, потому что мы их не понимаем. Мы их ненавидим и считаем, что они ужасные». Жие провёл детство в Африке. Повзрослев, увлёкся охотой. Но потом в его мировоззрении произошёл перелом, и он стал защитником животных. Крокодилов он спас с кожевенной фермы. Остальных питомцев брал после того, как от них отказывались бывшие хозяева. Содержать такой зверинец непросто. Некоторым рептилиям свет нужен постоянно. Только за электроэнергию каждый месяц набегает по 2000 евро. «Сегодня дети не могут отличить ящерицу от покемонов. Посмотрите, это маленькая французская ящерица. Когда вся её агрессия ушла, она начала доверять людям». Теперь в доме Филиппа работает 20 волонтёров. Несколько раз в год они проводят специальные представления в торговых центрах по всей Франции. «Давайте научим наших детей не совершать те же глупые ошибки, которые сделали мы, взрослые, уничтожая и разрушая всё, чтобы разбогатеть, и иметь немного больше, чем все остальные. Давайте жить в гармонии с природой. Вот и всё, чего мы хотим». Жие говорит, что его соседи не возражают против таких питомцев и регулярно приходят к нему на кофе. Редактор субтитров А.Семкин